Всем привет дорогие друзья и хорошего вам настроения, с вами Рэй и мы продолжаем играть черепашки ниндзя легенды. Так, забираем награду за лигу сёгунов две звезды, вторую награду. О, как даже. Так, ребят, надо посмотреть. Все-таки скинули, а? Ну, ты посмотри, скинули все-таки на одну звезду. Блин, значит так, сегодняшняя цель у нас дойти до трех звезд получается и ежедневки, в принципе, все на сегодня, ребят. Ладно, сделаем. Блин, подожди, тут 51 уровень, хотя, хотя, ребят, а давай посмотрим. Вот у них 51 уровень, да, бойцов. У меня 56. Мы сейчас просто проверим по факту, смогут ли они меня, ну, хоть кого-нибудь уронить, скажем так. Надо морозилку, кстати, завалить, если честно. Ну-ка, массовую сделаем. Блин, главное, чтобы морозилка... А, она хильнёт, она сейчас хильнёт, если мы её не вырубим. Ну-ка. Кейси, давай. Тьфу ты, Кейси. Ты посмотри, они все на... Они все лезут на майки почему-то. Так. Секунду, подожди секундочку. Не надо. Ага, он в инвиз уходит. Замечательно, друзья. Ну что же, тогда этот... Блин, если массовый... Давай мы массовый попробуем. Отлично. Шикарно, ребят. Блин, ты посмотри, они все полезли на майка. Ну, я знаю, в принципе, почему они так делают. Они всегда бьют того, у кого меньше всего здоровья. Ну, такой вот принцип игры здесь. Так. Ну, а мы с тобой двигаемся дальше. И... Кубки, кубки. Мне нужны кубки. Сколько там у нас? 15-20. Давай, возьмём это, наверное. Смотри, сразу же с 51-го уровня они переходят на мой левел. И поэтому, ребят, я возьму кого-нибудь пожёстче. Да, это будет у меня Эйприл Куна, я честную персоной. Давай-ка мы попробуем сейчас задать им жару. С удара упадут. Вот и всё. А нечего здесь выпедриваться. Таким способом, ребята, я могу... Знаете, что делать? Я могу, ну, как всегда, продвигать своих малышей за счёт одного высокоуровневого персонажа. И переходим с тобой в Лигу Сёгунов и Две Звезды. То есть, мы вернулись обратно. Такс. Сегодня я, ребят, в Clash Royale поиграл, называется. Ну, опять же, за кадром. Всё ищу для себя хорошую колоду и не могу, ребят, найти. Ну, разносят меня там. Блин, причём противника дают... Как бы тебе это объяснить? Ну, если вот, например, я три боя провёл, да, у противника примерно одинаковая колода. И я, как говорится, проигрываю. Я начинаю подстраиваться под противника. Колоду подбирать именно под противника. Получается следующим образом. Я только подберу и сразу же категорически меняется у врага колода. Причём такая жёсткая. Блин, я не знаю, ребят. Я со своего ранга упал ниже плинтуса. Я не знаю, как я буду туда возвращаться. Мне так стыдно это, блин, снимать, если честно. Получается просто полный нубас. Понимаешь? Получается, как будто я вообще играть не умею. Меня там разносят, блин. Вот эти вот тайминги, знаешь, вот они, видимо, там сидят, задрачивают эту игру по полной программе. Там, знаешь, они знают, когда надо активировать, на каком расстоянии выставить юнита. Я, конечно, далеко от этого, ребята. Далёк, если честно. И мои, как бы, успехи там вообще никак не проявляются, если честно. Так что, ну, я, конечно, буду дальше пытаться. Может быть, конечно, и сделаем с тобой серию. Выпустим когда-нибудь. Хотелось бы, конечно, когда я вернусь в свой ранг, но я чувствую, что я никогда не вернусь, потому что у меня получается одна победа, три проигрыша. Одна победа, три проигрыша. И меня всё ниже, 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 ниже сбрасывают. Ниже. И хоть я и персонажей прокачиваю там, это не помогает, ребят. Сила не в персонажах всё-таки, а сила именно в тактике. Как ты там расставишь и кого поставишь. Я начали раньше думал, нафиг там нужны, например, вот такие вот смешные юниты, которые стоят там одну, один элиссир. Это, ребята, для того, чтобы сбросить мусор и найти себе нужную карту. Вот это для чего. Ну, например, то же самое фаербол, да, или какую-нибудь ещё нужную. Тоже, вроде бы, попробовал такую тактику. Ничего у меня опять не вышло. Ладно, об этом потом, потому что, не знаю, сегодня, ребята, черепашки. Потом, наверное, мы пойдём в Олухи. Как бы планировалось бы, не знаю, я, правда, с работы уставший. И хотелось бы Clash of Clans сегодня поиграть. Ну и немножко Бравла зацепить. Время 11 часов вечера. Как бы с работы, с утренней смены. Как часа полтора пришёл, два. Не знаю, либо ложиться спать, потому что завтра хотелось бы на тренировку сходить. Уже и так, ребят, пропустил пять дней. Вот. Если я сегодня засижусь допоздна, то завтра я опять фиг куда встану. В общем, буду смотреть по своему состоянию. Если будет бодрячком всё, то всё будет хорошо. Будут у нас сегодня игры. Если будет, ну, если я буду вялый и настроения не будет, то, конечно же, я пойду на боковую. Нормально, да, я вам такой отчёт даю постоянно? Как будто вам это интересно. Так, друзья мои, ну что, если мы в Лигу Сёгонов 3 звезды перейдём сегодня, я думаю, то и до мастера мы должны, в принципе, добраться. Сегодня у нас четверг. То есть не так уж много времени осталось. И не забываем, друзья мои, не забываем, что у нас будет на следующей неделе, в понедельник, на Бусти перевод в платный ранг бойца. Какого? Ну, вы уж сами там решите. Мне надо сделать, ребят, какую-то голосовалку. Я не знаю, где и как можно её сделать, чтобы вы заходили туда. Просто мне неохота вписывать всех персонажей. Я просто запарюсь это делать. Надо как-то, я не знаю, как это сделать. Ничего в голову не переходит. Какую-нибудь, знаешь, такую график в виде столбца, где вы могли бы просто записывать, кого прокачивать. Так было бы намного проще и лучше мне подсчитывать голоса, чем выискивать в комментариях и, как говорится, запоминать это всё. Сложновато. Так что, если есть какие-то предложения по поводу голосовалки, ребят, пишите в комментариях. Я посмотрю. Так, ну, почему-то нам не дают повышение покупкам. Мы как 15-20 получаем, так и получаем. Хотя продвигаемся потихонечку. С чем связано, пока не знаю. Так, я попробую сейчас с Рафаэлочком вот эти вот. Из комикса бомбануть. А, ещё хотел, ребята, но это после 12 будет. Сегодня серия по Strike Force Marvel. Будем открывать нового бойца. Это, так сказать, спойлер для вас будет. Вот. Я сегодня, конечно, немножко припух его добывать, но всё-таки добыл. Да что ж ты будешь делать? Ты давай мне, например, там, я не знаю, 16-21. Вот. Так, и у них, ребята, ранги сразу же. Посмотри внимательно. У них ранги сразу 62-й, а я ещё 57-й. Ну, понятное дело, что это мы решаем с тобой с помощью одного единственного проверенного метода. Берём высокоуровневого персонажа, который сразу же их наказывает. Тем самым мы с тобой экономим время. Это раз. Ну, и отыгрываем всех персонажей, даже слабеньких. И тем самым получаем большое количество наших драгоценных кубков. Потому что все уже знают. Потому что, наверное, серия тысячная идёт у нас, ну, практически в парадиму вот со всеми остальными. То есть мы с тобой чисто идём, проходим арену и фармим ранг. Для чего? Ну, чтобы получить в конце недели платиновые осколки. Которые потом, естественно, нам дают возможность перевести кого-либо в платиновый ранг. И я тебе скажу одно. Вот многие спрашивают, Рэй, а где ты достал этого персонажа? А где ты достал этого персонажа? Друзья мои, любого персонажа, любого, абсолютно любого персонажа, можно заработать в игре. Не обязательно донатить или ещё что-нибудь делать. Они все есть. Они есть в событиях, в каких-нибудь ежедневных квестах. Я не знаю. Просто в конце, в конце концов, недельный приз, так скажем. Просто единственное, что я сомневаюсь, что у вас хватит сил и терпения играть не во взломку. Ну вот, если честно, я не знаю, ребят, кто... Кто вот из вас, например, без доната или без взломки получил хотя бы такие же результаты, которые есть у меня. Вот хоть кто-нибудь. Я ещё раз говорю, ребята, играю я в эту игру не каждый день. Если бы я играл бы каждый день, божий каждый день, у меня бы уже, наверное, ну, прогресс был бы налицо, ребят. Мы бы уже, наверное, давным-давно бы с ней закончили. Наверное, я так думаю. Но каждый день, ну, понимаешь, сил не хватит в неё каждый день играть. Всё-таки, как ни крутишь, всё принаедает, понимаешь, да? И когда ты в одну игру годами играешь, когда ты в ней уже практически всё знаешь, когда тебя нечем тут удивить, интерес к ней спадает. Вот. Поэтому лучше играть, ну, вот как я сейчас в данный момент, например, в недельку раза три. Этого достаточно, чтобы мне подняться и по рангу, и как бы она меня сильно не нагружает. То есть я успеваю как бы и соскучиться по ней, и всё. И в то же время даёт мне возможность поиграть в другие игры. Так что будем дальше как-то вот так вот потихонечку карабкаться к нашей цели. А наша цель в этой игре прокачать всех персонажей. Я имею в виду не только на сотку, а я имею в виду ещё по скиллам. И все, чтобы были в платиновом ранге. Ну, какая-то такая вот, ребята, такой десятилетний челлендж, скажем так. А так приблизительно, наверное, и получится, ребят. Шесть лет или семь уже. Нет, шесть лет уже играем в неё. Ещё четыре года как раз этого, наверное, хватит для того, чтобы всё здесь прокачать. Ну, а там уже делаю выводы, на что рассчитаны вообще такие игры. Конечно же, на долгосрочный, ребят, проект. Если бы они, я имею в виду разработчики, игру бы не забросили бы, а вносили бы в неё ещё новые дополнительные персонажи, дополнительные задания и всё там подобное, то, поверь мне, и десяти лет бы не хватило бы тут всё прокачать. Я имею в виду без доната, без взломки, ну, по чесноку. Больше десяти лет, может быть, даже двадцать. Вон, если возьми, например, Strike Force Marvel, да, в котором мы играем, там, ну, каждые два-три месяца, ребята, они вносят новых персонажей. Но дело в том, что там очень тяжело прокачивать персонажей. Именно по уровню шмота. Ты можешь их прокачать всех на уровень, там, да, на максимальное количество звёзд, но именно в шмотках. Именно повышение ранга шмоток очень долгий процесс. Тем более персонажей там дохренища, ребята, просто дохренища. И всех их прокачать, ну, это нереально. Просто нереально. Я не знаю, там, наверное, всю жизнь надо играть, чтобы всё это постичь. Да и то, наверное, не хватит. Вот, это ещё представь, сколько туда надо вдоначивать, например, да, чтобы там приобрести там какие-нибудь шмотки или эксклюзивных, например, персонажей. Вот я, например, вот они Инферно этого запустили. Я лично сомневаюсь, что Инферно сейчас у кого... Может быть, у единиц, у топовых игроков он уже есть, этот Инферно, но это пипец. Я там посмотрел, сколько там нужно мощей, чтобы хотя бы первый уровень пройти. И хотя бы первый уровень. Лям с лишним, да куда нафиг? Это, ну, это, конечно, для меня дико. Для топовых бойцов это, наверное... Так, семечки. Ну что ж, давай тогда. 16.22 не дадите мне случайно. Я бы не отказался бы, если честно. Угу, спасибо. Раз, два, три, четыре. И... Ну, у нас осталось тут, ребят, совсем немножечко. Буквально поединка 3-4 и, в принципе... Закончим. Ну, еще ежедневки, конечно же, пройдем. Так, Карайка как-то плохо криканула. Вот пиццелицы, молодец. Ну, и Крис Брэдфорд, естественно, на добивке. Только на добивке он и способен, ребят, здесь наказывать противника. Так, ну что, Лига Мастеров, друзья мои, все, в принципе, уже на изготовке. Как говорится, встречает нас. Хотелось бы, конечно, еще немножко в Бравл Старс поиграть. Что-то все хочется, хочется, а времени так мало. На выходном время пролетает вообще моментально, друзья. Как бы и хочется и отдохнуть чуть-чуть. Вроде начинаешь отдыхать. Думаешь, блин, почему не снял хотя бы один видосик. Начинаешь снимать. Думаешь, блин, почему я не отдохнул. Такая вот катавасия. Ну, ничего, скоро отпуск, друзья мои. Я надеюсь, что отпуск меня не засосет в какую-нибудь трясину. Расслабляющуюсь, так скажем. И мы будем действительно с вами что-нибудь там делать. А то начнется там ленька, полежать, сходить куда-нибудь, погулять. Ну, и такой, знаешь. Не, ну, без этого, конечно, тоже никуда. Без гуляночки, без отдыхалочки. Я так не согласен. Как говорится, не на одних играх у нас жизнь, ребят, струится. Верно? Тем более летом активность немножко падает. И за счет того, что вы все уезжаете в отпуск. Многие, по крайней мере. Вот. И как бы некоторые уезжают в деревню, где вообще нету интернета. Ну, и... И я, кстати, ничего. Я не против ребят. Конечно, отдыхайте. Отдыхайте, все наслаждения. Набирайте сил, здоровья. Как говорится, кушайте овощи. А фрукты, все это свежее. Все это, как говорится, не то, что в магазинах. Там пестицидное все это продается. Набирайте сил, как говорится, на следующий год. На следующую зиму, так скажем. Чтобы пережить в здравии. Так, ну что, у нас здесь, получается, это мы забираем. Так. Лига мастеров, одна звезда, ранг 91. Конечно, ранг меня не очень устраивает, ребят. Так. Проходите долго и играючи. Вот ради крокодиловых, как говорится, карточек. Потому что кожи головы, ну, вы видели. Он тоже имбовый чувак. Ну, естественно, не забывайте про супершрендера. Да потом все, потом. Так, ну что, ежедневки. Значит, пойдем с тобой, пройдем серию испытаний. Ага, вот. Вот, ребят, мы с вами переходим на второй этап этого испытания. На второй этап. То есть, второй круг, я их так называю. Второй круг, потому что первым с тобой прошли. А сейчас переходим на второй. Ну, и в конце второго круга, естественно, у нас будет крен. Это событие не обязательно вообще, ребята, проходить. Если честно, вообще не обязательно. Вот мне оно как бы это. Я единственное его прохожу для того, чтобы получить в конце разные плюшки из сундуков. А то, что там карточки дают, они мне уже бесполезны, ребята. У меня все персонажи открыты. Поэтому, как бы, карточки мне здесь и не нужны вовсе. Нет, если бы, конечно, они бы, например, персонажи бы сделали бы не сотый максимальный уровень, да? Например, сто двадцатый. Тогда, да. Тогда бы мне бы пригодились бы и карточки, о которых бы я потом жалел, что зачем я их разменивал. И сюрикены, и все бы это бы понадобилось. Но в данный момент оно лежит без надобности. Так, ну что, заберем с тобой награды. И теперь уже пойдем выполнять поединки. Не поединки, а сложные бои, легкие бои. Так, мы прокачиваем... Мы прокачиваем крысиного короля, но мы его качаем именно на уровень. Именно повышаем левелап ему. Ах, на 70-80 не хватило. А уже в прокачке скиллов это у нас, ребята, Дантелло. И в комментариях мне сегодня кто-то написал. Рэй, зачем ты его качаешь? У него нет массовых атак. Я знаю, что нет у него массовых атак. Просто, ребята, его нужно докачать. Подожди. А где он у нас вообще? Вот он, Дантелло видение. Навыки. Так, ну что, тут нужно 10 пленок с катушки. Катушка с пленкой, точнее. Одна есть. Так, вторая найдена. Третья. Окей. Четвертая. Четвертая. Еще шесть надо. Так, пять осталось. Пять осталось. Четыре. Угу. Три. Две. Одна. Нет, подожди. Да, одна еще осталась. Есть. Дальше нам нужно найти... Ой, 12... 12 номеров. Автомобильных. Так, ну у меня явно не хватит пиццы. Но явно хватит на поднятие к крысиному королю уровень. Потому что я уже смотрю, мутаген насобирался у нас. Ну так это же хорошо. Все, ребят, пицца закончилась. Нет, Доня, тебе я левел поднимать не буду. Пока. Пока мы не прокачаем крысиного короля. Такс, ну и забираем, соответственно, с тобой все награды. Сколько тут у меня? Два миллиона четыреста тридцать тысяч. Офигеть, сюрикенов. Обалдеть. Так, ну что же у нас получается, друзья мои, что все. Все, все, что я хотел, я сделал. Завтра будет пятница. Завтра будет у нас открытое испытание. Естественно, пойдем с тобой сразу же в платиновое. И будем получать эксперт снаряжение. А на сегодня, друзья мои, все. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.